Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своем урбанистическом проекте, который я хочу реализовать в центре Киева. Как вы видите, в центре Киева существует пустое вот такое вот место, где стоит какая-то фигня, которое неплохо бы чем-нибудь важным занять. Поэтому, когда русские войска, наконец, войдут в Киев, придется это чем-то занимать. И вот у меня есть интересная идея, что туда можно поместить. Вот я взял проект старый Дворца Советов, как вы знаете, в 40-е годы, 50-е, нет, даже в 30-е где-то годы прошлого века, когда только Сталин пришел к власти, был такой проект Дворца Советов, который так и не реализовался, потому что весь металл пошел на ежи в Великую Отечественную войну. Вот, я предлагаю сейчас его реализовать вот в центре Киева, то есть взять вот этот вот проект и на весь вот этот вот кружочек, вот как раз хороший такой кружочек, поместить как раз этот Дворец Советов вот в центре с Владимиром Ильичем Лениным, которого как раз на Украине везде посносили. Вот, вот здесь вот в принципе можно чуть-чуть сократить, чтобы вот дорога была, ну типа проезжая часть, все-таки здесь вот машины едут. Вот, и вот так вот аккуратненько уместить. И если, кстати говоря, будет еще желание, вместо Владимира Ильича Ленина можно поместить вот сюда Владимира Владимировича Путина, большого, либо же, либо же можно уместить сразу как бы вот сюда Владимира Ильича Ленина, а, например, по бокам сделать Владимира Владимировича Путина и Иосифа Ильича Сталина. Вот, то есть как бы вождей. И, ну, чтобы город как бы вот был культурным. Поэтому вот такой вот проект. Если вы сами архитектор, если у вас есть знакомые архитекторы, берите это видео, можете даже не заявлять о моем мастерстве. Конечно, лучше заявить, потому что я считаю, что это гениальная идея, которая может меня, в принципе, прославить. Но, если вы хотите это реализовать без меня, пожалуйста, реализуйте. Идея очень хорошая, идея интересная. Вот, реализуйте. Всем спасибо за просмотр. Желаю скорейшей победы русской армии. Всем пока.